МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С 15 июня в Крыму снимают режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжих из других регионов России. В Севастополе к обычной работе возвращаются детсады и медучреждения. 50-летних площадок, кафе и ресторанов в Севастополе освобождены от арендной платы до августа. Деревья на улице Толстого в Севастополе вырубили без проекта озеленения. Севастопольский центр занятости возобновил работу в штатном режиме. Для россиян и иностранных граждан частично откроются границы страны. Выехать можно будет для ухода за родственниками, на лечение, работу и учебу. Это правило работает и в обратном порядке для иностранцев, которые работают в России или приехали, чтобы ухаживать за больными родственниками. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в понедельник. В правительство поступило много обращений на эту тему. И мы вносим изменения в режим ограничений для людей, которые попали в такую ситуацию. Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. По словам премьер-министра, такое решение было принято в связи с положительным развитием ситуации в России. Мишустин подчеркнул, что в стране уже сделано более 12 миллионов тестов на COVID-19. При этом всего в России зарегистрировано 40 разных тест-систем, из которых более половины являются отечественными. Еще по одному показателю по числу госпитализации пациентов в стационарах, ситуация стабилизирована. Резерв коек сохраняется, поэтому начата работа по возвращению клиник к обычному режиму работы. Конечно, мы продолжим следить за тем, как обстоят дела по каждому из направлений. Михаил Мишустин также отметил, что 29 и 30 июня будет проведена проверка работоспособности системы ЕГЭ для поступающих в ВУЗы в условиях пандемии. Экзамены пройдут с 3 по 23 июля 2020 года. У тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе. Такие гибкие сроки были предусмотрены для того, чтобы регионы могли как можно тщательнее подготовиться. В Крыму за сутки подтвердились еще 11 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при лабораторном тестировании. Еще один был зарегистрирован, когда пациент сам пришел в больницу. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, сообщил на своей странице ВКонтакте глава Крыма Сергей Аксенов. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 457 случаев коронавируса. С выздоровлением из больниц выписаны 324 пациента. 14 человек скончались. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений, сообщил Сергей Аксенов. Лаборатории Крыма провели 1462 исследования на коронавирус за сутки. Об этом заявил на ежедневном брифинге представителей органов власти, заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков. Он сообщил, что новая коронавирусная инфекция подтвердилась у моряков, стоящего в Керче судно. Это три случая. Это моряки судна, которые стоят на якорной стоянке в бухте города Керчи. Лица были обследованы работодателем в Краснодарском крае, прибыли сюда, находились на судне, на сушу не сходили. И при получении информации от наших коллег, они также были со всеми мерами предосторожности, были транспортно сняты судно и госпитализированы в седьмую городскую больницу. Остальные лица находятся под наблюдением. За сутки из стационаров выписаны семь человек. В медицинских организациях Крыма продолжают лечение 121 человек. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Все они продолжают лечение в Симферопольской городской клинической больнице номер семь. Из них четыре на неинвазивной, искусственной вентиляции легких, два на кислородной поддержке и один в кислородной поддержке не нуждается. В Севастополе новых случаев коронавируса по состоянию на 9 июня нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Пять ранее заболевших выздоровели и выписались из больницы. За 8 июня тестирования на пунктах пропуска прошли 278 человек. С 15 июня в Крыму снимают режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжих из других регионов России. Об этом во вторник сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 15 июня полностью снимаем режим самоизоляции как таковой, то есть для всех категорий граждан. Второе. Отменяем обсервацию с 15 июня для приезжающих на территорию республики Крым. При этом все, как мы говорили, то есть с точки зрения термометрии, внешнего осмотра и так далее, в полном объеме и на аэропорту, и на железнодорожном вокзале, и на мосту, на Крымском мосту, в полном объеме оставляем. Сергей Аксенов уточнил, что со следующей недели будут восстановлены льготы на проезд для пенсионеров. Договариваемся в любом случае, что с учетом погоды и обсервации снимаем ограничения по общественному транспорту на перевозку льготных категорий с 15 июня. По мнению Сергея Аксенова, ранее введенные ограничения в стране в связи с распространением коронавируса были абсолютно правильными. Он поблагодарил жителей республики за дисциплинированное исполнение требований, введенных в период режима повышенной готовности. Благодарим, конечно, всех крымчан, потому что без дисциплины, без этой помощи ничего бы не было. Да, мы понимаем определенную расхоложенность, но тем не менее, прошу всех все равно быть на стороже, помнить, что все равно эта болезнь еще с нами. Не дай Господь, особенно для людей старшего поколения, если какие-то моменты будут, не дай Бог, чтобы случилось ЧП. Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Договоримся, что с сегодняшнего дня все отели, средства размещения, коллективные, могут спокойно продавать с 1 июля путевки на междусубъектовый туризм уже все, то есть для граждан Российской Федерации в полном объеме. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа, из-за границы Российской Федерации сохраняется. Сергей Аксенов добавил, что соответствующий указ будет опубликован на портале правительства Крыма. Владимир Путин принял решение о выделении средств Севастополю и Крыму на выплаты предприятиям, которые не работали в период пандемии. Об этом рассказал глава соседнего региона Сергей Аксенов. Исходя из наших особенностей в данном случае, и того, что наш период присвоения АКВЭДов начался позже, чем в других субъектах Российской Федерации, и плюс нашей определенной особенности, поскольку в Республике Крым не было возможности объективно все пострадавшие отрасли внести поставление федерального правительства. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, здесь спасибо ему огромное за это, принято решение, то есть в данном случае по Республике Крым и Севастополю выделить деньги на поддержку пострадавших предприятий, соответственно, которые не работали в апреле, в мае, в июне. Сергей Аксенов сообщил, что в общей сложности Республике будет выделено 3 миллиарда 800 миллионов рублей, что позволит в полном объеме выполнить все обещания, данные крымчанам. Все предприятия получат в полном объеме средства за апрель-май, то есть как бы все, при этом мы договорились, что по критериям, Ирина Валерьевна, что мы снимем как критерий в данном случае, это задолженность на 1 марта этих предприятий по различным видам налогов. 15 июня на портале правительства Крыма опубликуют все правила и условия помощи предпринимателям. Заместитель председателя Совета министров Республики, министр финансов полуострова Ирина Кивико добавила, что уже подготовлен проект закона о выплате неработающим отраслям, кроме тех, которые уже попали под федеральные выплаты. По этому закону у нас тоже обязательным условием является сохранение занятости. Не менее 90% должна была быть сохранена занятости, соответственно, на 1 апреля и на 1 мая, на 1 июня. То есть мы будем сравнивать. И выплаты будут осуществляться в течение пяти дней после подачи заявления. Все выплаты будет осуществлять РНКБ. Ирина Кивико подчеркнула, что в данном случае сотрудникам будет выделена компенсация в размере МРОД – 12 130 рублей на каждого официально трудоустроенного сотрудника. 15 июня соответствующее постановление правительства Крыма будет опубликовано. 50-летних площадок, кафе и ресторанов в Севастополе освобождены от арендной платы до августа. Об этом сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования местного правительства Вадим Кирпичников. Он отметил, что из-за пандемии малый и средний бизнес в городе Герои сильно пострадал. Поэтому власти приняли решение освободить владельцев кафе и ресторанов, у которых заработали летние веранды от уплаты аренды. Такие предприниматели, то есть летние площадки, которые используют, освобождаются полностью от уплаты сбора за размещение в бюджет до 1 августа 2020 года. Это поможет предпринимателям, естественно, получить ту прибыль, которую они недополучили, не функционируя практически в мае, в апреле. А некоторые летние площадки, я напомню, что у нас функционируют круглогодично. По словам чиновника, все открывшиеся летние площадки обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. Одни из основных – это расстояние между столами от 1 до 2 метров. Это обязательно наличие средств индивидуальной защиты у работников предприятия, соответственно, это официанты, повара и так далее, перчатки, маски и так далее. Ну, плюс, соответственно, обработка после каждого посетителей, после каждого клиента, санобработка и так далее. Вадим Кирпичников также рассказал, что сейчас в схеме НТО, без учета пляжных летних объектов, 101 площадка. На сегодняшний день договоры на размещение заключили 49 предпринимателей. Глава профильного управления подчеркнул, что прежде чем открывать веранды, бизнесмены обязаны оформить необходимые документы и только потом начать работать. Центральный банк Российской Федерации разработал ряд мер, связанных с поддержкой населения и бизнеса на государственном уровне в условиях пандемии. Среди них банковские кредиты на выплату заработной платы под 0%, льготная кредитная программа поддержки занятости, предоставление кредитных каникул. В Севастополе каждая из программ функционирует в полной мере. Мы прекрасно понимаем, что много у нас и населения, и средний, и малый бизнес, микропредприятия, индивидуальные предприниматели, конечно же, сейчас потеряли источники дохода, некоторые, к сожалению, потеряли работу. Но кредиты мы с вами уже встречались и говорили, что у нас действительно есть закредитованность населения, бизнеса, это нормально. И, соответственно, государство выпустило закон, федеральный закон 106 ФЗ, по которому предусмотрены кредитные каникулы. По словам управляющего Севастопольским отделением Центробанка, предпринимателям важно не забывать о том, что кредитные каникулы – это отсрочка выплат. Она не подразумевает освобождение от уплаты процентов. На период кредитных каникул платежей нет, причем нет ни пения, ни штрафов, ни каких-то просроченных процентов. Но эти проценты будут перенесены на более поздний срок. И причем важно очень понимать, что кредитная история заемщика не пострадает от этого. Также следует знать, что существует ряд причин, по которым заявителю могут обоснованно отказать в предоставлении той или иной программы поддержки. Одна из них – превышение лимита. В федеральном законе установлен лимит того кредита, по которому могут быть представлены кредитные каникулы. Так, у нас по ипотеке для Севастополя лимит 2 миллиона рублей, лимит именно кредита. Я подчеркиваю, это очень важно, не путать с остатком задолженности. Как банковские меры поддержки реализуются в Севастополе? Что наиболее востребовано? На какие нужды в нынешних условиях граждане берут кредиты чаще всего? На эти и другие вопросы ответит управляющий отделением «Севастополь» Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. В новом выпуске программы – актуальное интервью. Распространить льготы для военнослужащих на курсантах военных училищ. Такую инициативу высказал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев во вторник, 9 июня. Во время совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов. Есть такой 81-й федеральный закон, который оказывает поддержку военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву на время прохождения воинской службы. Там предоставляется ежемесячное пособие на ребенка в достижении возраста 3 лет в размере мурот. А беременной супруге военнослужащего оказывается единовременная выплата в размере 28 511 рублей. По словам Михаила Развожаева, эта мера не распространяется на жен курсантов средних и высших военных учебных заведений. Понятно, что для Севастополя это наша гордость нации, наши курсанты. И, конечно же, многие создают семьи. И у меня просьба, пользуясь статусом Совета, дать поручение рассмотреть возможности распространения этой меры, в том числе и на жен курсантов. Валентина Матвиенко пообещала способствовать внесению соответствующих поправок в закон. По предварительным оценкам, в Севастополе на такую меру поддержки могут претендовать 120 человек. Из них получателей единовременного пособия 20 человек, ежемесячного – 100. Потребность денежных средств составит чуть более 15 миллионов рублей. Вернуть работу детских садов в прежний режим с 15 июня. Такое поручение временно исполняющей обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал вице-губернатору Ольге Тимофеевой во время заседания городского правительства. По требованию главы города-героя при этом должны быть соблюдены необходимые меры предосторожности, в том числе касающиеся дезинфекции. С 22 июня к плановой работе вернутся медучреждения города. По словам Михаила Развожаева, будет возобновлен плановый прием больных и плановые операции. Как отметил глава города, Севастополь сейчас находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако, по показателям, близок к третьему этапу. До конца года завершится строительство новой подстанции скорой помощи. Объект разместится по адресу Острякова, 211А, рядом с городской больницей номер 5, центром охраны здоровья матери и ребенка. Во вторник заместитель губернатора города Денис Солодовников проверил, как идет его возведение. Это подстанция скорой помощи, одна из четырех, которые запланировано построить в рамках федеральной целевой программы до 2022 года. После окончания строительства сюда переедет медперсонал, трудящийся в подстанции на улице Лоцманской. Время приезда бригад скорой помощи к жителям района Острякова не изменится, а вот условия работы существенно улучшатся. Конечно, мы ждем более комфортные условия, потому что есть жалобы сотрудников, мы все о них знаем. Потому что та подстанция, в которой сейчас мы располагаемся, там действительно очень тяжело находиться. Это полуподвальное помещение, и я не буду этого скрывать, нету своей парковки, что мешает жителям нашего города, так как машины выезжают на спецсигналах, она находится практически на дороге. Но учитывая, что эта подстанция существовала 40 лет, слава богу, что мы являемся свидетелем того, что мы скоро сюда переедем и будем отмечать новоселье. Для автомобилей парка скорой помощи на новом объекте медицинской инфраструктуры появятся два гаража на два места в каждом и бокс осмотра с мойкой. Для медицинских работников создадут максимально комфортные условия. Помещения для отдыха и приема пищи – гардеробные и душевые. Территорию под ведомственную подстанцию будет обслуживать четыре бригады – как фельдшерские, так и врачебные. Ну а пока на объекте ведут работы по устройству опалубки, цокольной части фундамента, арматурные работы, а также бетонирование фундаментной части здания. Есть небольшое отставание от графика строительства – примерно на три недели. Я думаю, что просто какие-то субъективные обстоятельства, связанные с… Он строит не один объект в городе, видимо, перебрасывал строителей на какие-то более приоритетные объекты. Мы тут предприняли, так сказать, административные меры. Сейчас наш подрядчик теплиц-строй, он работы усилил. Количество людей на объекте достаточное. И, в общем-то, в принципе, я думаю, что они в заявленные сроки должны успеть. По контракту подрядчик компании теплиц-строй должна закончить работы в декабре 2020 года. Стоимость работ – почти 98 миллионов рублей. Напомним, в настоящее время в Севастополе также ведется строительство другой подстанции – скорой помощи номер 10 в районе Камышового шоссе. София Драговоз, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. За состоянием бесплатных общественных туалетов следит Департамент городского хозяйства правительства Севастополя. 9 июня исполняющий обязанности директора горхоза провел рейд по контролю санитарного состояния санузлов в центре города. Именно там находятся 5 из 13 общественных туалетов. Частотой в бесплатных уборных Евгений Горлов остался доволен. Однако информирование граждан о местонахождении необходимых услуг нужно улучшить. Поэтому ко дню города глава Департамента городского хозяйства правительства Севастополя пообещал установить указатели. Общественный туалет недалеко от аквариума на Приморском бульваре ежедневно посещают сотни севастопольцев и гостей города. Поэтому он и стал первой точкой при проверке состояния уличных санузлов, исполняющим обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгением Горловым. Чиновник уверен, в преддверии открытия туристического сезона важно уделить внимание подготовке доступных уборных. Тем более накануне предстоящего дня рождения Севастополя. Трейды как раз и ведут к тому, чтобы мы смотрели за общим санитарным состоянием в городе. И соответственно те услуги, которые сегодня бесплатно предоставляются нашему населению, нашим гражданам. А вот в центре города туалет в каком состоянии? Ну у нас текущее содержание всех общественных туалетов, которые предоставляет государство, содержится парками и скверами. Значит, уборка производится. Конечно, иногда в туалетах нужен ремонт капитального характера. Где-то реконструкция у нас, два туалета, которые требуют комплексного ремонта. Всего в Севастополе 13 стационарных общественных уборных, а в центре города – 5. Все они бесплатны и в хорошем состоянии, рассказал Евгений Горлов. Также важно обозначить местонахождение туалетов, считает глава Департамента городского хозяйства. Например, немногие свастопольцы знают, что 1 июня по поручению Михаила Развожаева на Большой морской открылась отремонтированная уборная слева от торгового центра «Диалог». Поэтому за несколько метров до общественных туалетов установят указатели. Но в случае большого расстояния до необходимой точки можно обратиться в кафе. Ресторан, кафе, которые должны иметь по нормам санитарные туалеты, обязаны бесплатно, без каких-либо препятствий для любого гражданина, который даже не находится и не пользуется услугами кафе, должен пройти на эту территорию. Это, соответственно, требование российского законодательства. Поэтому никаких препятствий со стороны хозяев, будем говорить, ресторанов не должно быть. Кроме того, кафе, обслуживающий посетителей на вынос, должны устанавливать урны и платить за вывоз мусора, отметил Евгений Горлов. За этим чиновник тоже обещает следить. Будем еженедельно проводить такие мониторинги, потому что сегодня мы увидели красивую инфраструктуру у нас на Большой морской. К сожалению, хозяйствующие субъекты, которые там находятся, не соблюдают правила благоустройства. Соответственно, должны включать в систему вывоза, организовывать точку сбора в виде, как и внешнюю, это в виде установки урны, так и внутреннюю. У них должен быть договор на утилизацию этого отхода с нашим региональным оператором. Бесплатные общественные туалеты за библиотекой имени Льва Толстого и в Екатерининском сквере тоже поддерживаются в хорошем состоянии, заключил Евгений Горлов. Также продлят время работы уборных. Сейчас они открыты до 8 часов вечера, а будут принимать посетителей до 9 часов в будние дни и до 12 в праздники. Также более 90 мобильных туалетов установили в 60 скверах и других общественных пространствах города. Дополнительно Евгений Горлов пообещал оборудовать доступные общественные уборные на городских пляжах. Севастопольский центр занятости возобновил работу в штатном режиме. Прием граждан происходит непосредственно в центре занятости. Уже в первый обычный трудовой день специалисты приняли почти 300 человек. Как рассказала директор центра занятости Светлана Рындак, во время действия ограничений из-за угрозы распространения коронавируса Сотрудники обслуживали посетителей в дистанционном формате через портал «Работа в России». Для того, чтобы действительно обеспечить безопасность, у нас сегодня, вы обратили внимание, в зале размещены дополнительные рабочие места, где проходит разведение потоков граждан и сделана система работы через талоны. Существует масочный режим, о чем у нас при входе есть специальные объявления. При входе также находятся дезинфицирующие средства. Все специалисты осуществляют прием в масках и клиентов мы принимаем только в масочном режиме. Поэтому просьба соблюдать его и не реагировать болезненно. Кроме того, в Севастопольском центре занятости регулярно обрабатывают поверхности дезинфицирующими средствами. Светлана Рындак рассказала, что до возобновления штатного режима работы центр занятости обслуживал граждан только в дистанционном режиме. Происходила обработка документов и взаимодействие в телефонном режиме с гражданами. И поэтому возможности посещения центра занятости не было. На сегодня у нас порядка 5600 граждан стоит на учете. Из них более 3500 – это безработные граждане. Начисляется пособие по безработице. За май месяц мы выплатили порядка 26 миллионов рублей. Светлана Рындак обратила внимание, что при записи на прием к специалисту центра занятости необходимо иметь при себе паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению севастопольских синоптиков, в среду, 10 июня, в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 11 детей, 10 мальчиков и 1 девочка. А на сегодня это все. Телефон редакции 590060, а также мобильный, плюс 7 978 900 3131. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин